Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и я отвечаю на вопрос Никиты Соколова. Линка, создай уже наконец-то Алосинозавра. У тебя есть Алосинозавр 15-го и Юта Зинораптор. Но для создания Алосинозавра не нужен Юта Зинораптор, нужен Синоцератопс. А у меня он всего лишь 13-го уровня, но вот сейчас будет 14-го. В общем-то, не судьба. Так, вроде дядька с перфератором успокоился. На какое-то время. Давайте будем продолжать. В общем-то, не можем мы создать Алосинозавра, но мы можем создать другого гибрида. Я уже давно, давно жду. Крутись вниз. Вот кого мы можем создать. Мы создадим Манамима, крутого легендарного гибрида. И он должен быть шустрый. Этот быстрый гибрид куда агрессивнее Галимима, на которого он похож. С помощью своего впечатляющего гребня на голове, он общается и запугивает врагов. Кстати, насчет этого гребня. То есть, такой же гребень подобный есть у Казуара. И он реально им пользуется. Он вот так наклоняет голову, бежит напролом. Может легко убить человека. Так что, Манамим штука серьезная. А если у него гребень какой-то острый, может и проколоть. Пищит, как реальная птичка. Так, а ну что ты там умеешь делать? Давай, что-нибудь сделай. Спой, птичка. Нет, мне нравится, как у Нейринха в Jurassic World The Game атакует на арене. Так, ну ты не хочешь, да? Только крякает. Ну и ладно. 16 левел. Этого более чем достаточно для нас. Более чем достаточно. Так, куда мы его сейчас возьмем? Вместо кого? Даже не знаю, кого бы его тут заменить. Ну давайте блюшку заменим. И погнали будем сражаться. Сражаться, ребятки, получается только вот практически вместе с вами. Поскольку на телефоне игры уже этой нет у меня. Только на компе. А, соответственно, за компом я только когда записываю. Так, так и так. Стигодей. Берем Стигодейушку. Так, Саркориксис. Какого левела? 14-го. Он 2-3, значит замедляет. Какой крохотный. Так. Чего у него там есть? Он этот использовал. У него следующий удар может быть болезненным. Черт, он останется живым. Ладно, тогда ставим щит. Паралич. Это было, кстати, очень даже кстати. Но мы пережили это. Это хорошо. Попрощаемся с ним. Молодец. Стигодейушка. Самый сильный из стегозавра. Выборня 30. Это хорошо. Так, появился Рекс. Это плохо. Ну, давайте как-то что-ли будем играть же на результат. Там, выражает. Вот не в башне сражаемся. А. Ну, с Индоминсом такое бывает. Так, ну ничего, мы такого сделать ему не можем. Усиления у них никакого нет. Терекс это у нас грубая сила. Которая нас на следующий ход порвет, как тузик тряпку. Если мы его не парализуем. Есть паралич. Ну. Обычным ударом. А, и вот это подлая та вот ситуация. Это контратака была. На тебе. Такой удар. Так, у нас есть здесь кто-то грозный? У нас какие-то однеброники попались в этом бое? Очень мало. А, это контратака. Блин. Точно, точно, точно. Так. Пробуем запараличить. Не сработало. Ну, сейчас он пробьет нас. Ну, давай. Старший брат нам младшего. Так сказать. Скажем так. Следующая ступень эволюции против предыдущей. Так. У нас есть контратака. И нам нужно ставить щит. Мы сейчас его добьем. И как раз поставим себе щит. Ну, давай. Не думай. Бей. И щит. Это отлично. Ну, нам сейчас, конечно, снизят урон. Но мы его замедлим в ответ. Ну. У нас и броня, и щит. И крит. Так, это хорошо. Ой, ой, ой. Это плохо. А, не, неплохо. Все нормально. Он еле живой. Так. Победа за нами. Ну, нам бы еще в маномимчик, абы. Так. А вот и наш маномимчик, да? Ну, попробуем взять его первым. Так. Какие там у него вообще удары есть-то? Мы должны ходить первым. Надеюсь, здесь рапторов, в общем-то, нет на арене. На цопа. Так. Вообще жесть. Даже не понимаю, что это у нас тут. Шансу к первым. Ходим первым. Снятие положительных эффектов. Снятие положительных эффектов. Ну, снижаем урон. О, ну атака прикольная. Похоже на то, что есть жураж скул в the game. Мы к этому делу невосприимчивы, дорогой мой. Так, а нафиг такое уклонение-то, а? То есть мы ходим... Блин, зря я что-то не подумал, что у него урона вообще никакого нет. Ну, что-то не впечатлило. Ну, хотя 19-й уровень у нас стегича, конечно же. Так, появился Рекс. Так, что у него тут было? Удар сквозь броню был. Или сквозь щит. А фиг его знает. Ну, нам замедление не особо поможет, конечно. Замена невозможна. Да не ли это я хотел? Ну, мне надо было так сделать. Че поделаешь? Эм... Эм... ну вот так вот нахимичили намудрили а черт поди ричард я про это не подумал переживу ли я 106 ну рекс медленнее 102 стоит ли сейчас еще раз я подмену что-то нажал ну ладно но манами меня что-то огорчил ты ну ладно надо еще подумать как его можно использовать и против кого он будет хорош у него есть вот это опережающий удар типа с невидимостью но только если противник зарядил каким-то сильным ударом да можно так уклониться так ну что теперь два крепежа у нас больше житла но у него контратака нам вообще-то конечно не больно но но контратаку мы отхватываем вообще чё я делаю почему я не подменился до сих пор кто-то знает так куда тут рекса тормозить он и так медленный так он часто загнобит моего рекса все равно рексу дальше не жить не фартанула тебе друг мой так но мы по-любому потеряем сейчас рекса ну давай обратно паралич не сработал нам повезло ну щит можно было поставить конечно же паралич нас не взял это удивительно так но мы должны выдержать один удар скорость цели понижает ну посло конечно щиты брони одновременно это прикольно как у надо потозавра гигаспикозавра типа того так амаркозефал классный классный динус он тоже постоянно контратакует но он медленней мы по крайней мере его продемажим нормально так это был крит так мы вообще то быстрее и в том и в том варианте давайте снизим ему урон чтобы нас контратака не доставал но мы теперь два раза ходим но ослабление атаки сработало да на следующий ход у нас будет супер паралич нам по барабану то что ты нас замедлил у нас есть опережающий паралич и смертельный отлично не так сильно как хотелось бы но победно так и что у нас тут за инкубатор 8 часовой 8 восьмичасовой да еще хорошо давайте еще сходим схватку возьмите быстрое существо нам тут рекомендуют маномим ты тут выходи да есть у нас маномим ну давайте еще раз его возьмем попробуем изучить его удары так у нас есть опережающая штука но она не спасет нас от снижения урона который на нас не действует точно блин ну второй раз и второй раз нам не везет ребята ну чё ж ты тут поделаешь вообще-то ему надо было подменяться 18 левел был это а дальше кто 12 но без эффектов а у нас супер эффект супер крит ну в смысле рекс прикольный на неприкрытая мощь ну ничего тут уже мы не сделаем Давай, Стига-Дэйвушка Он нам замедление, гаденыш Мы ему ответим тем же Наш ход Наш ход? Нет Странно Сработал таки паралич на третий раз Ладно Хватит играться А вот так Он нас не пробьет А мы его пробьем, по идее Так, он подменился на Уранича Сейчас Уранич отгребет Вообще не больно Но это неприятно Не сработало А у нас сработало Ха-ха-ха Прикольно получилось Но опять же Мономима мы так и не распробовали Но ничего, ребятки Достигнут ежедневный лимит монет Это как? Это же были в общем-то разные лимиты Типа награды И то, что можно было насобирать Ладно, ставим себе инкубатор Вот такие вот дела, ребятки У нас Мономим Давайте сейчас внимательно прочитаем его удары 2-100 То есть мало Скорость и хорошая Итак, снятие положительных эффектов с врага То есть он хорошо подходит как раптор Как в башнях Там, где есть противники, которые могут себя усилять Этот удар хорошо заходит Да, но у него как бы у самого не шибко много жизни Попытки уклониться От прямого урона На 3 хода То есть 3 хода Но у нас, короче, 2 раза Но не сработало вообще никак Нас с первого раза повыносили Опять же, есть нейтрализующий удар На полтора урона И есть вот этот удар хороший Ну, это как раптор Аналог раптора И с иммунитетом, кстати Эта штука повеселее раптора Чуть помедленнее раптора Но по ударам получается даже повеселее Есть полтора урона И цель снижает на 50% Неуязвимы мы И жизни побольше То есть Ну, такой Некоторая замена раптора Вот 16-й раптор Сколько у него? 1800 на 700 1800 на 700 А здесь у нас 2 с копейками На сколько? На 700 Ну, чуть-чуть Чуть-чуть по статам лучше, чем раптор Но скорость помедленнее, ребятки Вот так вот Ну, спасибо за просмотр До скорых встреч